Поехали! Поехали! Арина Никитина. Арина – ведунья, знахарь, потомственная ведунья, носитель славянской традиции и руководитель Центра «Славянский мир». Верно, Арина? Да. Здравствуйте. Здравия, Арина. Я рада всех приветствовать. Действительно, очень интересная тема, важная, о которой мы будем сегодня разговаривать. Ну, надеюсь, что будет в пользу. Арина, так что такое родолад? Ну, вообще, родоладом раньше называли древнюю науку, которой прежде всего владели повитухи и свахи, потому что в их задачу входило понимание того, какой путь сложит человек, родившийся в этот мир, или который будет рожден, когда соединяются от двое родов в одно за счет свадьбы молодых. И, по сути дела, родолад – это наука о том, что такое предназначение рода, из чего оно строится, как судьба одного человека влияет в целом на родовой поток, какие есть законы передачи наследственной информации, какие законы передачи ситуаций и предназначения вообще, что такое рода. То есть, и результатом сложных этих понятий становилась, по сути дела, родовая книга, которая очень бережно в родах и староверов, и старобрядцев хранилась. Некоторые сохраняют традицию написания таких книг до сих пор. И, собственно говоря, отсюда складывались исторически сформированные четко к XVI веку, так, по крайней мере, говорят филологи, родовые назвища, прозвища. Из них позже, после XVII века, XVIII начали формироваться фамилии рода. То есть, это все, по сути дела, является отражением вот этого родового пути. А так, родоват был составной частью любомудрия, то есть, науки о создании и сохранении семьи, но вот более как бы избранные знания, которые прежде всего фиксировали, вели и понимали самые старшие в роду. То есть, когда уже отпадала необходимость рожать детей, дети вырастали, воспитывать тоже было не надо. Через внуков, через создание новых семей, родители получали возможность исподправить тот родовой путь, который как бы есть. И поэтому это очень большой такой пласт знаний, в котором можно объединить современные различные разделы психологии. То есть, это то, о чем писал Юнг, о чем говорил Карнеги. То есть, говорят сейчас, допустим, Синельников, Алнашев, ну, самые разные эзотерики, психологи о том, что, в принципе, Хеллингер говорит в расстановках. То есть, вот современная наука фактически пытается ответить на те же самые вопросы, только другим, более эмпирическим путем, где-то более научным. О чем говорили наши предки? А вот что говорили наши предки о возникновении вот этих вредных привычек? Вот то, что сейчас алкоголь, наркомания, даже вот игровая зависимость, ну, разные прочие зависимости. Я понимаю, что в то время тогда не было, но были какие-то другие вредные привычки. Вот как они возникают? Ну, по сути дела, в понятии родолада есть несколько важных ключевых моментов. Это понятие рока, понятие кармы рода, понятие родовых проклятий. И отсюда, на самом деле, вытекают современные болезни духовные, потому что знахари, травники до сих пор алкоголизм, наркомания, игровая зависимость называют духовными болезнями. Все остальные болезни физического тела считаются, что в целительстве имеют душевную причину, то есть неправильные эмоции. Меняется человек эмоционально, душевно, совершает духовный подвиг, к примеру, пост, родение, сотворение какой-то вещи во славу рода, бога, отсюда строительство храмов, меценатство Руси, вышивка огромных полотенец до 30 метров длиной. То есть это вот все отсюда. И физическое заболевание тоже проходит, с ними проще, условно говоря. А вот с духовными заболеваниями, в основе которых предательство как раз-таки карма рода и формирование рока рода, вот результат, с ними работа сложнее, а результат они у нас на лице, как говорится. Не только нашей страны, но вообще в целом мира. И с каждым годом, к сожалению, таких болезней становится все больше. И так вот, что такое, по сути дела, рок рода? Слово рок для того, чтобы понять современному человеку, проще всего обратиться к сказкам. Я вообще всегда посылаю, скажем так, в этимологический словарь. Мне через язык проще идти. В русских сказках встречается такой интересный образ, как птица-рох или птица-рух, который встречается главным героем, когда он попадает в ад в преисподнюю. Ну или в подземный мир, в разных сказках по-разному. И сталкивается с ситуацией, что на огромном дереве посередине чисто поля он видит птенцов и идет огненный дождь. И он накрывает их шапкой или с собой и спасает огненного дождя. Затем прилетает эта огромная птица и благодарит героя и говорит, что я тебя вынесу с этого мира, то ты меня будешь на протяжении полета поить, кормить, и ты окажешься вновь дома. И он это совершает, в итоге изваляется из этой подземной темницы. Фактически в сказках произошла уже более поздняя интерпретация мифа о боге Калиде, который рождается в Навном мире. Затем 9 дней совершает восхождение из Нави в Явь. И отсюда 1 января, день Велеса Мороза, который открывает для него врата, и Калидар рождается в Яве. А затем он также 9 дней возносится. Проходит по Яве, совершает геройство и оказывается 10-12 числа на границе явного мира. И затем он возносится в правный мир, в семь небес. И обывается в трех реках. Отсюда праздник водокрести, который ведически и христиански совпадает по датам. То есть 18-21 января. И поэтому птица рог или рог – это символ воскрешения души. Поэтому рог рода – это информация о том, для чего род должен воскреснуть из Нави. Притом Навь – это не нечто неизменное, страшное или плохое. У славян вообще не было четкого подразделения, что такое плохое или хорошо. Это все относительно в этом мире. Но это некая данность, Навь – это еще и мир предков к тому же. Это некая данность предков, их уровень развития. И вот каждый человек, благодаря тому, что в роду есть вот этот рог, может стать тем, кто возвысит рог на новую ступеньку. Как бы подымет. Но для этого надо знать, какой подвиг надо свершить. То есть на какую птицу садиться, собственно говоря. Что делать там? Птенцов спасать, птицу кормить. То есть крылья выращивать. Вот этот мотив об этом говорит. А кодировка информации общего, как складывается рог вообще в пространстве, тоже заключена в этой сказке. Чистое поле, на котором растет одно единственное дерево – это чистое сознание. Дерево – это символ твердости духа. Дуб – это вообще символ Бога, рода Всевышнего. Ну, мирового древа, которые описаны и в Библии, и в Коране, и в Торе, и дерево Сефирот. То есть это есть везде. Птицы, то есть птенцы, которые спасают от огненного дождя – это те ростки блага, которые есть в каждом роду. Какие-то таланты, которые только начали зачинать, и человек достиг какого-то состояния мастерства. Но это же бесконечно можно любое мастерство развивать. Огненный дождь – это эмоции. То есть рог рода складывает еще и эмоциональное наполняющее человека и рода в целом. Дело в том, что у каждого народа не случайно есть такой раздел медицины. Сейчас он изучается в основном закрыт, а по нему работ не очень много. Но раньше это антропологическая, то есть медицина или антропологическая астрология, есть и такой раздел, или расцология. То есть каждый народ обладает не случайно чуть-чуть своей кухней, своими обычаями, обрядами, своим темпераментом, по сути дела. Нет плохих, хороших народов, есть разные. Как лоскутное одеяло. Выкини один лоскуток, все одеяло у вас рассыпется. Вот это то же самое. И поскольку каждый народ обладает своими особенностями темперамента, исходя из этого, и также более мелко, у каждого рода чуть-чуть свои особенности характера. Вот в этом роду, грубо говоря, все говорливые. То есть в этом роду все такие твердолобые, упертые. В этом молчуные больше рождаются. То есть характер все равно, он как бы есть общеродовой, общеклановый. Затем следующий как бы мотив, то, что герой поет, кормит вот эту птицу Руха, это говорит о том, что начиная взращивать таланты рода, птенцы, напоминаю, благими эмоциями, а не негативными. Потому что в каждом роду есть и то, и другое. Потому что неблагие эмоции, это фактически благие, только в состоянии зело, чрезмерно много. Надо научиться вот эти взращиваемые таланты питать по чуть-чуть, потому что все требует труда. Просто так мастером не станешь. Это труд. И только тогда достигнешь воскрешения. То есть если суммировать более кратко, рок рода – это задача, которая есть перед каждым человеком. Ты можешь за нее взяться, можешь – нет. Но она никуда не денется, она все равно будет. По взращиванию тех талантов, которые уже были в роду когда-то сформированы. И взращивание за счет развития благих эмоций, любви к этому делу, выведения этого дела, мастерства на новый уровень. Это рок рода. И исходя из этого, каждое предназначение, каждое дело, и каждая эмоция связана еще и с работой отдельного человеческого организма. Не случайно даже у Кэролла в «Алисе стране чудес» есть «От сдобы добреют, от горчицы огорчаются» и так далее. Есть множество книжек, направлений, где рассказывается о психоэмоциональной связи, заболевании и наших эмоций. Поэтому, по сути дела, и отсюда из рока рода вырастает так называемое понятие о родовых проклятиях. Слово «проклятие» тоже еще интересно. Оно происходит от слова «кляча». Клячей называли лошадь, везущую человека на смертный одер. Многие древние народы, как-то, допустим, памаки, чуваши, скифы, они эту лошадь там же и закладывали, убивали чекароном, совершая такой ритуал, чтобы мертвый дух не вернулся обратно. Потому что ей не на чем, собственно говоря. И закладывали в курган. И получается, что когда проклятие, это когда человек сам влачит, как кляча, жалкое существование и везет себя не в сторону, вот как птицу руху, воскрешение, а в сторону еще глубже, в болото, в состоянии небытия и вообще всякой мерзости и нежизни, по сути дела. Поэтому родовым проклятием наши предки называли, когда в роду начинаются повторяться одни и те же заболевания физические. Сначала физические. Так происходит 9 поколений. Ну, к примеру, там, заболевания сердца. Это означает, что люди стали вместо культивации в себе благих эмоций, ну вот если про сердце, любви, они начали культивировать в себе неблагие эмоции. А любовь убивают два чувства. Разочарование и обиды. И разочаровывает не кто-то нас, так же, как и обижает. Не кто-то нас, мы делаем выбор обидеться, не обидеться, разочароваться, не разочароваться. Потому что разочарование – это всего лишь несовпадение желаемого и действительного. То есть ты действительность не видишь, а живешь в своих фантазиях. А пытаешься их как презерватив, простите, натянуть на этот мир. Не получится. Потому что жизнь не позволяет собой, к счастью, так играть. То же самое и обиды. Это способ нечестно хапнуть энергию с другого, по сути дела. Потому что каждый человек, каждое вообще живое существо, ну все помнят школьную физику, это индивидуальное электромагнитное поле, колебания. Если мы находимся в неблагой эмоции, наши колебания меняются, мы становимся дисгармоничной пластинкой, какофонией. Естественно, другие люди нас пытаются привести в благие чувства, даже не понимая того, что мы обиделись. Ну, к примеру, если мы хорошие актеры, актрисы, и морду лица состряпали так, что ничего не происходит. Ну, и в итоге человек начинает на халяву получать очень много того, на что бы раньше пришлось договариваться. Ну, и в итоге, как говорится, поэтому те, кто много обижается, это фактически энергетические и физические вампиры этого мира. Вот, поэтому в народе и обида не прокатывает как способ управления уже у ребенка. То есть, если ребенок надувает губы, его оставляют наедине с его обидой. Ну, как бы, решишь договариваться честно, придешь поговорим. Нет, до свидания. Ну, так вот. И вот если в роду начинают повторяться какие-то болячки, это означает, что какой-то талант не развивается в роду. И какие-то негативные эмоции стали преобладать из поколения, поколения одни и те же. Так происходит в течение девяти поколений. На десятое поколение в качестве урока в роду рождается человек, выбирающий предназначение стать учителем для всего рода. И он выбирает обучение других людей и самого себя, своей собственной души через духовное заболевание. Это как раз таки алкоголизм, наркомания, различные игромании. То есть, человек сам выбирает. И поэтому и ему надо освободиться от этого. Это его путь. Он сам себе выбрал такое предназначение. И роду надо, значит, поменяться в целом. Поэтому для того, чтобы человек, скажем так, отказался от алкоголя или от наркомании, или от автоматов игральных, ну или компьютеров, чего там сейчас играют, родственникам не носиться с ним надо, как с писанной торбой, по сути дела. А научиться, ведь духовное заболевание – это слабость духа. Если вы ему потакаете, вы еще большую слабость духа воспитываете. Надо уметь сказать «нет». И в этом состоит, собственно говоря, карма родок. Тем более, что научиться простраивать честные взаимоотношения. Поэтому, если же люди продолжают потакать данной ситуацией и сами испытывать те же негативные эмоции, допустим, как в нашем примере, обижаться друг на друга и вечно разочаровываться во всех, то в таком случае данное духовное заболевание, наоборот, его станет больше в роду, но никуда не денется. И даже если женщина разведется с мужем-алкоголиком, следующего мужика, за который она выйдет замуж, даже если изначально он не пил, она сделает этим алкоголиком, потому что она сама испытания по-прежнему не проходит. Она влачит состояние клячи, а не выращивает крылья для того, чтобы воскреснуть. Она не развивает родовые таланты. Поэтому для того и таким образом проклинает сама себя. Отсюда слово «проклятие». И проклинает, естественно, других. «Я бедная и несчастная, вы меня там не жалеете, не любите». Ну и далее по списку все, что может человек сказать в качестве претензий. Поэтому родолад, изучая прежде всего вот эти закономерности появления в роду таких негативных программ, учил ответственности прежде всего за то, что каждый из нас кузнец не только собственного счастья, но и того, что будет происходить в роду. Каждый ответственен еще и за каждого. Ты сам выбрал, в какой род прийти. И народные знания учили, несмотря на то, что алкоголизма очень долго не было. Допустим, Иван Грозный боролся с заводчиками вина иностранцев, отрубаем руки. Исторический факт. И только с Петра Первого появилась традиция питья в крепких напитках. Потому что до этого, да, славяне варили пиво, варили, допустим, ставили мед, то есть варили сурью. Но это были праздничные напитки, которые позволялось употреблять только мужчинам, родившимся полный круг детей, 16 человек, и поднявших их на ноги. То есть современным людям большинство не судьба. И опять же, употребление было всего лишь только по зимним праздникам и только чару. Чара – это 75 грамм. Вообще-то, мера. Поэтому не так часто. Почему? Употребление даже легких, ну и к тому же у того же сбит, ставленной медовухи, у него крепость всего лишь 12 градусов. Чуть крепче кефира. Дело в том, что употребление даже легких хмельных напитков на Руси всегда считалось малой смертью. Поэтому это испытание могут себе позволить. И поэтому человек, на самом деле, страшно не само опьянение. Понятно, что человек в опьянении творит не ведь что. Но и последствия употребления хмельного могут продолжаться до полугода, на самом деле. И это подтверждается химиками, которые говорят о том, что необратимые процессы после даже разового употребления типа легкого пива и определенное нарушение работы в эндокринной системе наблюдаются до нескольких месяцев. То есть современная наука подтверждает то, о чем народные знания говорили очень давно. Поэтому и не было такого. Но так или иначе считалось, что алкоголики появляются в тех семьях, где изначально была накоплена такая проблема, что женщины не умеют идти за мужчиной. То есть у них нет выраженного состояния подчинения. Они стремятся принять мужчину только таким, каким он может быть, а не таким, какой он является сейчас. То есть когда ты не будешь пить, будешь богатым, счастливым, так далее, вот тогда я тебя буду любить. Это условия. При таких условиях мужчина не меняется никогда. И вот если женщина в роду не умеет мужчине подчиняться, не умеет давать ему ответственность, в том числе за собственную жизнь. А за мужчиной надо уметь идти, даже если мужчина совершает ошибку. Потому что мужчина учится только на своих ошибках. Мужчина не учится на лекциях, тренингах и так далее. Очень редко, точнее. Это, как правило, исключительность правил. Мужчина учится только на своих ошибках. Вот если женщина не умеет идти за мужчиной, и из поколения в поколение это повторяется и подкрепляется словесным унижением мужчин, когда женщины позволяют себе говорить, ты такой рассекой и так далее. Потому что это закрытие стогны, ну или чакры горла. То есть когда женщина, ведь помните, в сказках есть такое выражение, ну а речь-то говорит словно реченька журчит. А когда вместо вот этого журчания речки истеричный крик, бешеные бабы, вот, с сочетанием с сорочей трескотнёй. Но, естественно, закрытие горла у всего рода приведёт к наличию алкоголизма. Когда горло будет заливаться хмельными напитками для того, чтобы, ну хотя бы булькать правду матку. Потому что алкоголик говорит правду и то, что он чувствует, только когда он в основном пьяный. Когда он трезвый, он, будучи забитым сильной женщиной, которой некуда девать свою силу, вот лучше бы сорок хобби завела себе, вот, сразу есть куда энергию деть. Он ей не скажет правду в трезвом состоянии. Вот. Так же, как и современная наркомания, я наблюдала наркоманов, достаточно долго работала с ними. Появляется в тех родах, где есть такая энергетическая, физиологическая проблема, как закрытие сил ярла. Ярло – это солнечное сплетение. Тоже, как бы, чакра или стоп на по-русски. Она работает у мужчины и у женщин по-разному. У мужчины она направлена вовне. Поэтому мужчина всегда борется, социализируется, да, то есть, ну, как говорил Чехов, мужчина состоит из мужей чина, да, то есть он всегда по чинам растет. А вот у женщины данная стопна, она направлена вниз, вот, и поэтому женщина терпима, покорна, да, то есть обладает этими качествами, во всяком случае, в потенциале. И вот если в семье нарушена гармония этих сил, то есть бабы больше оголтела, несутся вперед, пытаются заниматься социальными делами, чинами, чинопроизводством, пытаются решать сложные социальные вопросы, ну, и все ребятаться с ЖЭКом. И поэтому я всегда, когда работала в школе, говорила, что на родительские собрания папа хочу видеть, не мам, маме нефиг здесь делать. Папа должен воспитывать ребенка. И папа является, мужчина является тем, кто устанавливает какой-либо закон в семье, а не женщина. Поэтому я, несмотря на то, что была молодой преподавательницей, я маму выгоняла из классного собрания. У меня ходили папы. Хотя у меня было два очень трудных класса, ну, как их сейчас принято называть, класс коррекции. И там практически 80% было и детей алкоголиков, и, как бы, и родители были не лучше. Но, как бы, между тем мы наладили очень хорошее взаимоотношение. Поэтому вот там, где женщины чересчур направлены вовне, а мужчинам, соответственно, как бы они вытеснены со своего места, там появляется наркомания в семье. То есть, также, и, соответственно, там, где среди родителей процветает правило, яйца курицы не учат. То есть, тоже ребенку не дают возможность совершить ошибку и научиться на собственном опыте. Он не имеет возможность расти по силе. Он превращается в овощи. И здесь, как бы, начинается, опять же, наркомания. Игромания не сильно много наблюдала, честно скажу. В основном на взрослых, на детках, в пределах, наверное, 20 человек у меня было таких. Но вот сколько общаюсь со знакомыми психотерапевтами, которые работают с этой темой, они тоже это подтверждают. В основном, игроманы появляются в той семье, где в семье утеряно раскрытие чела. Чело – это вот третий глаз, так называемый. Утеряна возвышенность мечты. То есть, когда все счастье жизни свозится к... Поел, а дети есть, что там, пошел нафиг, не мешай. И где ребенок растет в условиях, когда он видит, что единственными занятиями у взрослых – это работа и дома лежка у телевизора. Тогда он не понимает, зачем быть взрослым. Если это счастье, да нафиг оно надо, побегу, я отседу в противоположную сторону. И тогда он уходит в мир фантазии. И это либо реалистические, фантастические игры, либо если там еще накоплено много агрессии, к примеру. То есть, ярые столкновения инакости подростка с родительским мировоззрением, когда они говорят, что нельзя делать то-то, нельзя это, очень жестко. Тогда уходит в различные стрелялки, монстров мочат в компьютере. Потому что есть проблемы и задачи вот эту агрессию куда-то слить, хотя бы таким вариациям. Поэтому если в этих семьях лечение тоже, то на самом деле несложно. Родителям надо самим чем-то начаться интересоваться. Не ребенку хобби заводить, себе хобби завести. И не одно. Начать общаться, начать делиться впечатлениями. А я вот это узнала, я вот это получила. А, я сегодня не смогла на шпагат сидеть. Ха-ха-ха, зато поржали классно. То есть, вот если родители сами свою жизнь сделают интересными, подростку будет, взрослая жизнь, оказывается, может быть настолько интересна. Тогда возникнет и желание тоже начать развиваться. А если взрослый уже уходит в игроманию? То же самое. Если это семейный человек, ему нефиг делать дома. Нет возможности мечтать. Нет возможности осуществлять свои фантазии. Жизнь серая и убога. Какая разница? Мы все дети. Вне зависимости от возраста. Дети своих родителей. И психологические проблемы, нерешенные в детстве, они во взрослом возрасте сами собой не рассасываются. Это иллюзия. Поэтому они продолжаются. И поэтому родолад, он учил прежде всего людей наблюдать за цикличностью и развитием. Ну, к примеру, одна там девочки с детства знали, что вот прабабка была рукодельница, но гневливый мужичок-то есть ноготок достался, ну, сусле выбрала. И как бы позволяла себе голос повышать. И девочки уже давали, знаете, следи за языком, не унижай парня. То есть и маму уже осознанно, и бабушка воспитывали там дочку, внучку, для того, чтобы она не повторяла тех ошибок, которые уже были допущены в роду. Дабы не накапливалась вот эта критичная масса дур дома в роду, чтобы не возникало состояние проклятия. Потому что снять проклятие, ну, еще по сказкам вы можете сказать, это тяжело. То есть спящую красавицу не сразу разбудили. То есть сила имеет свойство засыпать в роду, если человек ее не использует, а больше повторяет негативные программы. И в то же время в любом роду есть какие-то, благодаря руку рода, позитивные качества и таланты. То есть вот эти птенцы. Их надо исследовать, надо собирать истории о своих родственниках. Потому что даже мужей, женщины не выбирают просто так. В муже обязательно есть тот талант, который есть и в вашем папе. Просто может быть в папе, грубо говоря, папа всю жизнь поработал на заводе, но классно рисовал плакатики к 1 мая, там и стенгазеты городские. А вас будет тянуть девочку, которая растет, всю жизнь будет тянуть на художников. Не важно в каких стилях, направлениях современных, но по факту это закономерность. И девочки объясняли, хочешь быть счастливой, найди мужчину, у которого талант папы проявлен в максимуме. Тогда ты будешь хотеть за этим мужчиной идти вперед. Ты будешь хотеть этому мужчине подчиняться. Потому что если девочка выберет себе такого же недоделанного карикатура масца на стенах, то она не захочет ему подчиняться, она будет спорить. Она не будет свою женскую программу реализовывать, будет опять гнобить мужика. В итоге не только они не будут несчастными. Ребенок повторит данную карму и сформируется проклятие рода. Ну, что касается уроков мужчин, вернее, зависимости мужской, да, как урок для женщин. А если получается так, что женщина пьет в роду, что тогда происходит? По сути дела это то же самое. Просто, грубо говоря, уклон в женские программы. Слабость духа только в женском варианте. Вот если мужская сила духа проявляется в социализации и в добывании, грубо говоря, каждый раз все более крупных и злых мамонтов, то есть женская сила духа проявляется лишь в одном качестве. Это можно найти в книжках по любому женскому направлению, абсолютно на любом тренинге. Основная сила духа женщины – это принять любовь. Но именно и не путать любовь с жалостью. Потому что это очень разные вещи. Потому что если говорить про, допустим, тоже любомудрие, то науку о создании и сохранении семьи, то там говорилось, что существует три лика любви. Есть любовь навная, то есть есть любовь явная, есть любовь правная. Вот навная любовь, она дана нам как испытание. То есть и это любовь, связанная с жалостью, с ярью, то есть с ревностью. И любовь связанная, ну, каждого чуть-чуть под разным соусом, условно говоря. И любовь, связанная с попыткой сбежать во взаимоотношения, лишь бы собой не заниматься. Ну, это вот эта вот картинная женская «я всю жизнь отдам тебе», да. То есть, но в итоге вы свое собственное предназначение не выполните. И для другого человека у вас слишком много халявы дадите. И будете его душить своими объятиями. В итоге мужик сбежит. И вот когда женщины из поколения в поколение попадаются на навную любовь, она приводит, вот если это жель, именно жалость, то есть, как говорили, это один из ликов навной любви. Ну, по сути дела, основанная на жалости. Вот она приводит к женскому алкоголизму. Если женщины попадаются на ярную любовь, то есть, вот эта вот ревность, страсть, то пятое поколение девочек в семье вляпается в ситуацию с изнасилованием. Если женщины попадаются на «жаль», это вот это вот «я всю жизнь отдала тебе», да, то есть, это такой «не оценил сволочь», вот. То, как бы, пятое поколение девочек в семье столкнется с ситуацией мужского тиранства. Женщина в золотой клетке, мужчина-тиран. Шаг влево, побег на месте, прыжок, там, попытка улететь, в общем, и так далее. Поэтому, почему и вот каждое пятое поколение, соответственно, будет все больше погружаться в эти программы до тех пор, пока, как бы, на девятом поколении станет вообще проблема, будет ли род продолжаться по этой ветке дальше. То есть, это... Почему девятка так часто всплывает, не только у славянской мифологии. Дело в том, что на 24 древних языках девятка называлась словом «неветте» – «никогда и ничего». Это число смерти. Вот. Ну, у славян число Мары – богини смерти. И вот если... Поэтому и вынашиваем ребенка 9 месяцев, и актом перерождения, то есть смерти в утробе, но рождением в явном мере заканчиваются роды, так и болезнь любая развивается тоже в течение 9 месяцев. Также и карма рода тоже вот существует по этому девятиречному циклу. Девятое поколение либо станет бесплодным, либо половые извращения приведут к тому, что потомства не будет. Если люди не смогли избавиться от рока рода и погрузились в проклятие полностью, то есть оно стало в своей апогею максимумной. Ну, и сколько я наблюдаю, как бы анализирую социальные судьбы, я могу сказать, что это все подтверждается. Ну, вот раньше этому учили с детства, то есть, ну, хотя бы вот таким элементарным понятием любую женщину. Ну, мы уже в большей степени этим занимались, как я уже говорила, более старшие женщины с треей. А возможно ли как-то прервать или исправить эту ситуацию? Конечно. Дело в том, что, ну, бог не садист и не садмазохист, он не пилит собственные органы, а мы являемся его частью. Это есть, опять же, в любой вере, в любой религии. Поэтому и раз люди сами завели этих, простите, тараканов дома, сами изгонять должны. Не кто-то должен прийти, вас осчастливить и избавить от алкоголизма, игромании или наркомании. Вы сами должны научиться пахать в правильном направлении. По сути дела, шаг избавления от всех этих маний очень простой. Первое – это посмотреть, то есть выписать, пособирать истории, какими талантами обладали ваши предки, какими и физическими умениями, ну, там, допустим, ремеслами хорошо владели. Хорошо – это означает выше среднего уровня. То есть не на троечку, четверочку знали, а вот близко к пятерочке было. И значит, надо посмотреть, чем вот… Ну, задался этим вопросом один человек в роду, уже хорошо. Посмотреть лично ты. Вот тебя к чему душа несет больше? К кулинарии, к плотничанию, там, вот. Заняться этим ремеслом хотя бы в виде хобби. Но еще лучше, если человек в этом ремесле наметит какие-то высоты. И, к примеру, дед ложкорез был, а ты свадебные ложки освоишь, как резать. Они ведь богатые, узорчатые, красивые. Там, грубо говоря, там какая-нибудь двоюродная тетка математиком была первым на деревне, там, бухгалтерию за весь холхоз считала. А ты, к примеру, заинтересуешься, ну, я не знаю, личными расчетами квадрат Пифагора для каждого человека. Пойдешь, там, математику в школу преподавать, или, там, будешь заниматься собственными детьми, занимательной математикой. То есть ты выведешь это мастерство, умение на какой-то новый уровень. Вот это считается подвигом по очищению кармы рода, преодолению рока. То есть не просто развитие таланта, а новый виток, вот эта новая ступенька. Второй шаг, по сути дела, состоит в том, чтобы, поскольку это родовые вещи, родовое проклятие, почему есть такое выражение, надо начать устанавливать взаимосвязи с теми родственниками рода, которые живы. И совместно собираться. Беда 20 века и 21 века, то, что люди разъезжаются и теряют взаимосвязи. А раньше объединялись и съезжались. Сейчас спросите у любого риэлтора, очень люди редко съезжаются. Поэтому надо собираться. Организуйте какие-то семейные праздники, посиделки, семейные походы в лес, семейные капустники, в смысле, квашение капусты. Были такие праздники на Руси осенью традиционные. Неважно что, любой кипиш, главное, совместно родом, и чтобы присутствовало несколько поколений. В-третьих, раньше существовала такая традиция, как вопочин рода, есть такое выражение, 16 февраля, это день почина именно. Даже был такой, как мелкий бог, ну, мелкий нельзя сказать, но, в общем, божок на Руси. И в христианстве тоже этот праздник в некоторых календарях отмечается. Вот с 6 по 16, вот этот период его, к дате почина, вторая дата, 6-16 ноября, в это время стремились собрать родственников на какое-то совместное действие. Чаще всего это действие было связано с генеральной уборкой дома. И стремились поучаствовать в этом абсолютно все. Считалось, что как почин землю чинит, мастит мосты на новый аграрный год. Также и обращались к ним с просьбой почин, почин, почини землю матушку, а заодно и семью нашу. Ну, а дальше уже говорили, что вы хотите, чтобы в роду исправилась. И вот в этот день предки наши с каждого дома, который присутствовал, к примеру, генеральная уборка деревни, там улицы, что хотите, делайте, приносил на завершение этого праздника каждый по щепоте соли и по жмении муки. И вот сыпанная в единое куль вся вот эта соль, она перемешивалась и ставилась на стол. А затем по завершению трапезы обратно раздавалась. Все, ты крупинки не разделишь, не выяснишь, какие твои, какие были там твои двоюродного брата. Обмен энергиями осуществлялся. А муку ссыпали совместно, сели, и все женщины пекли один большой пирог, ну или много пирогов, да, то есть если не было большой печки в ваших условиях, духовка, допустим. И старались вот каждый кусочек этого пирога вот угостить абсолютно каждого родственника, собравшегося, а иной раз потом в течение всего вот этой декады ездили в дальние там деревни, тем родственникам, которые не смогли приехать. Ну, например, больные там, неходячие, отвозили эти пироги с благословелением. А также на не только подчинные вот эти дни, но и в честь исправления кармы рода очень часто женщины в роду вышивали рушники. Рушники, полотенца, бранец, это немного разные изделия, ну это я узорочи рассказываю, но в целом как бы эти рушники вышивали очень интересным способом. Начинала одна рукодельница, продолжала вторая, третья, четвертая, сколько женщин умели в роду вышивать и заканчивала какая-то. Но старались, чтобы закончили та, которая начала, то есть кругом передать. И поэтому эти рушники были очень большими, да, то есть они могли шириной быть до двух метров и длиной, ну хотя такое полотно было очень тяжело соскать, тогда длиной очень большой. И там вышивались они не только по коротким сторонам, как вот мы привыкли, но и вдоль длинной стороны, либо узор посередине велся очень длинный, большой. И вот каждая женщина, каждого рода, каждая семья вкладывала свою любовь. И вышивали те орнаменты очень часто, которые символизировали какую-то нафь рода. То есть вы же, допустим, страдали в семье гордыней, орнамент был с индюками. Страдали в семье трусостью, это орнамент с зайчиками. Либо прямо сами зайчики изображены, либо есть такой знак зайчуши, две перекрещенные буквы Г. Вот так вот называется. Страдали в семье, к примеру, чванливостью и пустословием, то есть когда много кричат, толку мало, вышивали петухов. Вот, чтобы если уж орал, то по делу. Вот, были бабы чересчур дерзкими, и все время поперек слова мужика вставали, с козами вышивали орнаменты, потому что коза в русской символе, это символ, в русских сказках, это символ вот этого чрезмерного упрямства. Вот, дерзости, поэтому и дереза дерзит все время мужику. И так далее. Я вот сейчас готовлю книгу как раз-таки по вот таким рушникам. И вот такой обряд, когда вышивали 40 таких рушников, он назывался обряд Макоши. Вот, там делалось с ними. И вот эти рушники либо раздаривались внутри семьи, то есть затем, либо, если это был один большой, его несли в храм, несли на святое место, обвязывали им деревья священные, то есть его оставляли в природе. Если вышивали 40 рушников, то там каждый свой. От лени и трусости, ну, то есть с зайцами относился, на осину повязывался. Тот, который от гневливости считал, что на калий на вкус надо повязать, ну и так далее. То есть они по-разному куда девались. И таким образом люди вот исправляли вот эту так называемую карму рода. То есть даже если вы не умеете вышивать, сделайте что-то в честь рода. Допустим, в честь ушедших родственников, с которыми вы уже не можете передоговориться и наладить взаимоотношения, посадите цветы, посадите деревья. То есть то, что будет жить долго, дольше, чем живет одна человеческая жизнь. Ухаживайте за ними. Вот вам, пожалуйста, подвиг. Почему, допустим, купцы, в особенности московские фамилии купцов, в 18 веке они были знамениты, что в честь какой-то исправления, избавления от чего-то, они участвовали, то есть, притом даже стадумные купцы, там, дворяне, которые руками-то особо не работали, однако нанимались простыми рабочими, каменщиками, лес валили, помогали храмы строить, библиотеки возводили. То есть только миру обязательно вы должны проговорить, для чего вы это делали. Не просто молча книжки в библиотеку отвезти в подарок, а вот хотя бы в пространство, утром Богу, Свету, Солнцу, там, если у вас есть красный угол, обратиться туда, сказать, что я делаю вот это действие в честь своих предков, для того, чтобы вот это ушло, а пришло на это место свет, радость, любовь, перечислить благие качества. Поэтому чем больше мы таких подвигов делаем во имя рода, при том подвигом считается не то, что вам легко сделать, а то, что сложные усилия. Тем лучше, больше положительная сила, положительная энергия в роду. Следующим, по сути дела, шагом для исправления таких родовых ситуаций становится так называемое благодеяние. Это с теми людьми, которые болеют данной духовной болезнью, надо научиться просить их о помощи. Не им давать помощь. Это разница мышления. А их просить о помощи. И чем чаще... То есть дать им место в своем мире, потому что это люди, потерявшие духовный путь, свое предназначение. Они не знают, куда свои силы приложить, а энергии-то много. Просто это все на унитаз спускается. И найдите им место в своей жизни. Найдите и дайте им возможность делать вас счастливыми. Искренне их благодарите. Не сразу, конечно, наладится. И они вас будут, как маленькие дети, на вшивость, простите, проверять. А вот ты точно меня примешь. Я пришел там ремонт тебе делать, но я подбухал тут немножко. То есть будут проверять на вшивость. Но вопрос, как вы будете себя вести. Если вы будете обращаться к лучшему, что есть в человеке, и вот общаться с вот этим внутренним светом, у человека отпадет надобность страдать такой фигней. Потому что он получит часть своего предназначения. Благодарю тебя, Арина. Благодарю тебя за очень яркие, открытые ответы. Нам пора, наверное, завершать уже нашу программу сегодня. Напомню, что сегодня мы говорили о том, что такое родолад. И карма рода является это благословением или же все-таки проклятием. И помогла нам ответить на эти вопросы Арина Никитина. Благодарю тебя, Арина. Я тебя тоже благодарю. За то, что думаешь о таких вопросах. Завершаем нашу программу сегодня. Надеюсь, это не единственное. Прошу тебя о дальнейших встречах с нами. С радостью. С вами была Арина Никитина, Елена Андреева и программа «Пространство женщины». Мира и добра вашему дому, уважаемые слушатели. И до следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин